В Самаре появилась еще одна площадка, где активисты плетут маскировочные сети для участников СВО на базе Технологического колледжа Кузнецова по адресу Теннисная 25В. Со дня ее открытия ежедневно сюда приходит Татьяна Тутурова. Начинает работать в 9 утра, а заканчивает в 4 вечера. Татьяне Евгеньевне 72, но говорит, когда понимаешь, что труд твой важен, не чувствуешь усталости. То сядешь, то встанешь, то пройдешься немножко. Нет, я не чувствую усталости. У нас приходит здесь несколько человек, каждый выбирает свой участок и плетет. Спать ляжешь, начинаешь это вспоминать, что и как. По словам активистов, на изготовление одной маскировочной сети стандартных размеров 3 на 6 метров нужно 6 мастериц и 4 часа работы. Готовая сеть стоит 6-7 тысяч рублей, себестоимость самодельной – полторы тысячи. Инициатором такого массового плетения стала Ольга Волкова. Когда ко мне домой приехали ребята-артиллеристы за одной небольшой сетью, хотя у них гаубицы, они нуждаются в огромных сетях. И вот в тот момент, конечно, это он был отправным, пришла мысль о том, что нам надо расширяться. Сначала активисты плели сети в подвале 143-го дома по улице Кирова. Затем появилась еще одна площадка по адресу Молодогвардейская, 65. Но количество желающих помогать участникам СВО растет. Так появилось еще одно помещение – на теннисной. Одна из активисток, Наталья Муратова, в соцсетях рассказала об их деятельности главе Самары. И сегодня Елена Лапушкина приехала в колледж, чтобы оценить условия, в которых работают волонтеры, пообщаться с ними и узнать, какая помощь требуется. Думаю, что это не последнее помещение. Поступила просьба посмотреть помещение в Советском районе. Конечно, мы решили этот вопрос. Ну и текущие вопросы по швейной машинке, да, и, возможно, по материалам. Я думаю, потихонечку-потихонечку мы, конечно, со всем этим поможем. И, безусловно, основная цель – чтобы люди об этом знали, чтобы люди приходили, оказывали помощь. И действительно, когда мы все вместе, мы и сделаем больше, и поддержка чувствуется, ну и, конечно, ребятам надо помогать. Чтобы сетей получилось как можно больше, волонтеры экономят на всё. Покупают бобины ткани, сами нарезают её на ленты шириной 5 сантиметров, в ход идут даже обрезки. Люди есть, помогают, и финансово помогают, и организационно помогают, и делают станки, и режут ленты. Если спросить и говорить, то известно, что их не хватает, и мы их делаем много-много, к нам приходят и другие организации, мы помогаем, и другим волонтерским движениям. Вот это с сетями. Ждём всех, кто готов помогать. Мы решили, что это нужно людей объединять. И это интереснее, это всё-таки производство уже, не просто сбор помощи консервов и так далее. А вот мы таким образом объединяем людей, и людям нравится. Всех желающих помочь участникам СВО ждут по трём адресам. Молодогвардейская 65, Кирова 143 и Теннисная 25В. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.